Упал под ноги Зорану Полонинечу, но это армейского Хорвата не смутило. 56-52, плюс 4 у армейцев. Браун берет мяч в руки, получает заслону и атакует метров 7. Ну атаки с этой дистанции у Маркуса всегда были. В репертуаре, в принципе, для него и 8 метров не расстояние. 56-55, Фриапа отпускает мяч, и Калмиедис его забирает. Джон Роберт Холден очень аккуратно фалит. Срывает он эту атаку, но так аккуратно действовал Джей, что он формального повода дать ему неспортивный пол, у арбитров не было. Хотя, в общем, там битые два очка у литовцев рисовались в этой контратаке. Вновь Браун, и вновь точен Маркус Браун. 58-56, и какое-то сумасшествие начинается на фанатской трибуне Жальбереса. Времени еще более чем достаточно. Что же, сегодня у Холденцев хватает силы на четвертую четверть. Раджан Лэндон в проходе очень тяжелый мяч забивает. Вене там выходил на подстраховку, но облетел его. Трей хватило силы толчка, хватило координации. И очень непростой мяч Трей забил. Хаун болит на шаленге. В армейце это третий командный фолл, так что пока сбоку Холденцев продолжит свою атаку. Дает возможность перед концовкой шаленге отдохнуть. Гинтерос Крабикас вновь. Мартинас Потсиус на площадке Жальбереса. Шишкаускас против Калниетиса и Холден против Брауна. Вот так армейцы разбираются в защите. Браун отрывается от Жея. И третий подряд бросок с дальней дистанции. Мартинас Браун реализует... Понятно, что немножечко не по плану. Проходят последние две минуты этого игрового времени. Им нужно что-то менять в своих действиях. Прежде всего выборонительных. Почти не попадают из-за дуги баскетболисты ЦСКА. Во второй половине этого матча 4 из 15 у них сейчас показатели трехочковых. То есть одно попадание из восьми, кажется, попыток. Фол на плане ничьи. Это второе командное замечание у хозяев. В принципе, сохраняется у них возможность действовать в защите на грани пола. Ну и палить через октавение какой-то опасной ситуации. Ряпа не попадает. Уотсон помешать этому броску не успел. Но, тем не менее, смутил Виктора. И недолет у капитана армейцев получился. Браун. На этот раз Маркус ставит заслон своему партнеру под кольцом. Получает мяч на дуге. Но здесь успевает Джей выйти в поле. И не дотерпел Андрей Воронцевич. Секунда у Трэвиса Уотсона оставалась на атаку. Опустил по руку Андрей до соперника. И сфалил таким образом. Уотсон два штрафных исполнит. Два из двух у него было в первом подходе. Правда, это было давно. Еще в первой половине. А сейчас еще и момент такой в матче. Когда, в общем, нервишки могут начать пошаливать. Мажет. Уотсон первый штрафной. Мажет и второй следом. Атаковать под давлением. Это совсем другое дело. Так что, будем считать, что оправданным был пол Андрея Воронцевича. Очков соперник не набрал. И это важно. 58-61. Шишкаустес. Свечом против Вене. Но не сумел своего молодого соперника переиграть. И Холдена выводит на бросок. Видели бы вы сейчас выражение лица Маркуса Брауна. Именно через него сейчас Джей забил. Все Маркус сделал для того, чтобы воспрепятствовать взятию своего кольца. И приземлившись, просто возвел в глазах сводом арены. И очень он недоволен был своими действиями. Воронцевич палит на Брауне. Это пятое командное замечание у армейцев. Так что Браун встанет на линию. И от него подарков ждать не приходится. Маркуса за 90% попаданий с линии. За всю карьеру. И, собственно, очень уверенно. Первую попытку он реализует. У Браунцевича три персональных замечания к этому моменту имеется. Браун 21 очко своей команде приносит. И 22 следом. Но вот как-то в последние пару минут игрового времени Планинича армейца практически не задействует. А ведь так здорово узорно получалось по ходу всей этой встречи. Хряпом поднимается на периметр. Стоит ему заслон. Но и вот остается здесь Планинич со своим клиентом Уотсоном. И в конце концов через Уотсона забивает холдер. Сумели литовцы восстановить баланс. В Планиничу вновь вышел игрок быстрый. Но Изоран не дремал. Он нашел свободного партнера. И холден проходит. Добрал два очка. Климравичу смажет. Браун выигрывает подбор под чужим щитом. И второй раз. Браун попадает из-под кольца. 65-63. И 2.19 до конца основного времени этого матча. Браунцевич. Планинич против Халмиетиса. Просит Зоран дать ему пространство для игры. Один на один идет под кольцо. И... Ну вот, по существу, такой первый настоящий промах Зорана в этой встрече. В такой ответственный момент. Планинич! 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 65-63. А Ленгуна поднимается со скамейки Евгений Пашутин. Браун с 9 метров. Мажет Джей. И Воронцевич не успевает добраться до этого мяча. Вот он вот начнет свой отчет. Последняя минута основного времени этого матча. Браун идет в проход. Стягивается к нему подстраховка. Климавичу с дальней промахивается. И вновь Браун борется за подбор. И сумел здесь Виктора Хряпу Браун перехитрить. Понимая, что немного шансов у него будет после приземления, в одном прыжке Браун принял решение атаковать. И при этом так еще подставлял мяч и руки Виктору, чтобы найти вот этот контакт. И нашел его опытнейший. Три очка в сегодняшней встрече. Два из двух. С линии три из трех. Становится шесть из десяти трехочковых. Забил Маркус Браун. Напоминает он о себе, о российским любителям баскетбола и своей бывшей команде. Два из двух. Никто в этом не сомневался. Шестьдесят семь. Шестьдесят три. Кланинич, Колден, Воронцевич, Кряпа и Шишкаускас на площадке у ЦСКА. Шишкаускас позиция центрового. И вот то, о чем мы говорили. Так уже становился Рамонос поудобнее, чтобы с подручной ему было шарингу обыгрывать. И в этот момент шаринга просто палит. Десять секунд прошло. Армейцы вводят мяч в игру. Из-за боковой. Воронцевич. Шишкаускас. Пока нет активности со стороны армейцев. Не палят баскетболисты Жальбереса. Хряпа против Уотсона. Атакует Виктор. Мажет. Берет подбор. Планинич. Да. Очень не кстати закончились патроны у Зорана. Промахнулся он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.